Снежная ловушка или почему проезд по зимней дороге Наринмар-Усинск закрыт для всех видов транспорта. Накануне съемочная группа телеканала Север побывала на месте событий. Василий Хатанзейский расскажет подробнее. Десятки машин оказались в снежной ловушке. Из-за погодных условий движение по зимней автодороге Наринмар-Усинск запрещено. Но несмотря на все ограничения, некоторые водители отправились в поездку и оказались в жизнеугрожающей ситуации. Сейчас на дороге остались одни большие грузы. Но если посмотреть видео и фото из социальных сетей, можно сделать вывод, что еще утром 26 января водители и пассажиры оказались в западне. И это не единичный случай. Подобных видео много. В адрес губернатора округа поступили обращения от водителей с просьбой повлиять на ситуацию. Юрий Бездудный дал распоряжение направить на проблемный участок спасателей. И в этот же день на зимник отправились представители заказчика и подрядчика по содержанию зимней дороги. Спасатели у нас доехали до поселка Харягинский. Легкого автотранспорта в сложных ситуациях не было. Встречались отдельные автомобили легковые, которые проезжали навстречу. Была пробка сформирована, скопление автомобилей грузовых на участке строящей дороги в 25 километрах от поселка Харягинский в сторону Наринмара. С 24 января движение по зимней автодороге Наринмар-Усинск было запрещено. Однако на тот момент на зимнике уже были машины. Поэтому автомобилисты следовали по недостроенной дороге, которую обслуживает компания «Техносфера». В данный момент на участке, где образовалась пробка, работает один погрузчик, грейдер и два бульдозера. Это не наша зона ответственности. Там мы пришли на помощь тем, кто оказался в пробке. Пробка в основном создавалась из груженных машин, которые из-за метели не могли проехать. По факту 25 числа, начиная где-то с ночи с 25 на 26, была перегорошена дорога в районе примерно 175 километра большегрузной машины, из-за которой скопилась достаточно большая пробка. После того, как машину вытащили и развернули, она смогла продолжить дальнейшие движения. Соответственно, пробка стала рассасываться, но аналогичные плохие погодные условия и точно такой же очередной факт уже днем 26 числа привел к тому, что очередной груженный грузовик перекрыл движение, и из-за него застрявшие ранние люди также опять были вынуждены на долгие часы задержаться до обеспечения проезда. Сейчас на зимней автодороге движение урегулировали, но автомобилисты проезжают с трудом. Ну, выехал с Харяги в 6 часов вечера, вот не можем проехать. Вчера ехал так же, не могли проехать. Дорожники ничего не чистят, и самосвалы вот эти их не застревают. На данный момент автомобили пропускают группами, чтобы избежать скопления транспортных средств. Обеспечен проезд, там сопровождает проционно, скажем так, да, было перекрытие движения подрядчиком произведено в целях недопущения повторения ситуации. Операционно отправляют машины для того, чтобы те, кто уже, естественно, в первую очередь легковые машины, ну, не целегковые, да, то есть машины жителей, скорее всего, округа, которые могут беспроблемно доехать, могли возвращаться. Большегрузная техника, да, отправляется с учетом фактических обстоятельств и дорожного полотна. Мы рассчитываем то, что уже завтра с утра, скорее всего, движение по зимнику будет полностью восстановлено. В связи со сложившейся ситуацией на зимник выехали сотрудники правоохранительных органов для проведения проверки. Василий Хатанзейский, Леонид Шишелов, Владислав Носкин, Вадим Стасюк, Телеканал «Север».